Давай переходить на восьмое место. Тут Manchester United. И тут мы можем немножко сбавить наше ускорение и обсудить, что мы увидели. Есть, мне кажется, две отправные точки в Manchester United. Это, можно сказать, два полюса в обсуждении. И, по сути, в зависимости от того, на чем ты делаешь акцент, определяется твоя религия, какой секте ты принадлежишь. А первая секта — это травмы, объясняют все. Действительно, там 14 разных сочетаний защитников. Посмотрите, как это влияет не только на качество исполнителей, но и на качество всей игры, на качество розыгрышей, на высоту линии защиты. Я так сейчас быстро пересказываю, но я сам частично в этой секте бывал, заглядывал туда. И все-таки знаю и другой ракурс. Другой ракурс — это окей. Да, это возможно, возможно, вы правы, что это как-то оправдывает команду Эрика Тенхага. Но, блин, посмотрите, насколько они убоги по качеству игры. То есть, есть у нас восьмое место, это отдельная тема, на которую они скатились. Но если смотреть на метрики, на любые метрики, которые хоть как-то оценивают качество игры, это же нижняя часть таблицы. Manchester United — где-то там 15-й, где-то 14-й. Ну, это же гребаный стыд. В какой секте ты состоишь? Я нахожусь в обеих... Я сижу на обеих стульях. В общем, травмы действительно объясняют что-то, но при этом гребаный стыд — это именно та классная формулировка, которая описывает то, что произошло в этом сезоне. По метрикам 15-е место, если бы соперники чуть лучше завершали. Если бы Андрео Нано не был таким топчиком, это была бы точно нижняя половина таблицы. 12-я, если бы им повезло. Еще в прошлом сезоне, на самом деле, все было гораздо лучше. То есть это все еще была проблемная команда. Команда, которая не завершила свой... Еще не полностью тренерская, именно тренера Эрика Тенхага. Там были проблемы и в прессинге. Там были проблемы и с розыгрышами. Голкипер по профилю не очень сильно подходил под тот футбол, который задумывался в планах. И в этом сезоне, в предсезонке, я смотрел после того, как пришел Андрео Нано. Мне казалось, что этот шаг будет сделан. Шаг будет, по крайней мере, с точки зрения розыгрышей. Там были интересные схемы перестроения. Варан поднимается в полузащиту, центральные защитники расступаются. В общем, там было на что посмотреть. Вот. И очень сложно провести вот эту линию между... Да, во всем виноваты травмы. И нет, что-то можно было сделать лучше, даже несмотря на травмы. Потому что за обе эти точки зрения что-то говорит. Потому что мы видим примеры других команд, у которых тоже были много травм. Это такой ватабаутизм, наверное, но все же. Возьми Нью-Касл, который примерно похожий по намерениям команды, который тоже одно из ключевых качеств. Это прессинг. Тоже команда, которая строит свою игру вокруг прессинга. И тоже было проседание, но Эдди Хау, например, в какой-то момент отказался от прессинга. И в какой-то момент, я помню, матч с Тоттенхэмом даже перешел на пятерку. 5-4-1. И выглядело это, в принципе, хорошо. То есть была нормальная оборона низким блоком, которая... Никто не умер. Мы пооборонялись и пооборонялись без персональных ориентировок в полузащите. А такое ощущение, что Тенхак, возможно, даже рассматривал этот вариант. Но, тем не менее, ни на каком этапе сезона не отказались от попыток высоко прессинговать. И что получалось из-за того, что центральные защитники, в принципе, защитники Манчестер Юнайтед, которые были доступны на тот или иной момент, они не были... Это не их лучшее качество играть с высокой линией обороны, скажем, мягко. И особенно, когда был... В общем, неважно. Не будем переходить на персоналии. Вот. То есть был... Команда делилась на две части. Это была команда Франкенштейн. Половина игроков прессингует, половина игроков обороняется низким блоком. Лучше всех... Посмотрите обязательно клип Джейми Каррегера, который просто показывает. Вот 6 человек прессингуют, вот 5 человек обороняются. Вот такой вот разрыв в центре поля. Мне кажется, это можно было суммировать следующим образом. Половина команды обороняется, половина команды прессингуют, а то, что посредине Джейми Каррегер ставит себе в твиттер на аватарку. Да, так и было. Это было удивительно. Еще более удивительно была реакция, наверное, после матчевого интервью Тенхага, которые... Я всегда поддерживаю тренеров. Я никогда не за их увольнение, особенно в середине сезона. Но тут даже меня, очень спокойного человека, меня начало раздражать. Особенно фраза, которая... Меня как человек... Того, кто смотрит на статистики, на метрики. То есть мне все равно, сколько мы допускаем ударов. Главное, что мы выигрываем матчи. Ну, после такого я перестал всячески, собственно, поддерживать Тенхага. И для меня это было последнее... Кстати, а ты видел эту безумную статистику? Дерби. 2007-2008 год. Тот самый антирекорд по очкам допустил меньше ударов, чем Manchester United в этом сезоне. Опять же, там удары, количество ударов. Можно делать кучу-кучу оговорок, но все же... Ну, про остроту можно сделать оговорки. По остроте не худше даже в этом сезоне. Вы не можете допускать так много именно атак на пространстве, если вы называетесь командой Manchester United. Это история. Это зарплатная ведомость. Вы богатый клуб. Это не может быть так. То есть это был позор, это был стыд. И я сегодня проснулся, пролистал твиттер, вижу, что вроде бы Тенхаг с нами всего на один матч. И, кстати, это, мне кажется, интересным ракурсом. И мне, если это действительно так, скорее нравится новость о том, что United не привязывает решение по Тенхагу к финалу Кубка. То есть я понимаю, как к любому решению по Тенхагу можно прийти по итогам этого сезона. Но мне кажется, что оно не должно опираться на такой шаткий базис. То есть либо он подходит вашему новому проекту, а с Джимом Редклиффом тут явно планируется определенная перезагрузка. Либо он не подходит. И тут нужно, в первую очередь, на этот вопрос ответить. А вот если МЮ будет реагировать на результат одного матча, даже против Manchester City, мне кажется, это был бы очень плохой знак. И так что вроде такой зависимости нет. Вроде даже до Кубка это решение более-менее становится известным, пускай не официальным. И это кажется... Надо же какие-то хорошие новости для бойчиков МЮ предоставлять. Это кажется, в принципе, обнадеживающим знаком именно с точки зрения того, как принимаются решения. Да, если это именно произойдет, если это именно так, это очень хороший знак. Но, опять же, если мы вдруг проснемся на следующий день после Кубка, Манчестер Юнайтед его выиграет, и мы не прочтем новость, что Тенхак официально уволен, это будет такой тревожный знак. Мы не будем знать точно, была ли это правдивая новость сегодня или нет. Но на месте болельщиков Юнайтед я бы немножко задумался об адекватности. Пока что Ретлиф кажется как адекватный человек, который приходит на базу, видит грязь, видит, грубо говоря, тряпки по углам и говорит об этом, что, блин, это надо менять. В общем, что-то нужно менять. Забавно будет, конечно, если Джим Ретлиф, который яро топил за Брекзит, не решится на экзит Рика Тенхага. В общем, свободу Бруно Фернандешу, Коби Майно крутой, Андреа Нана тоже в этом сезоне именно в АПЛ был топовым. Это тройка, это лучшие игроки Юнайтед, совпадают с тобой абсолютно. Да, можно еще некоторых отметить на отдельных отрезках, но я думаю, они лично и Мьюка команда вряд ли этого заслуживают. Продолжение следует...